погоди подбегал ко мне не ухал мне волосы спрашивал есть ли у меня три галапердова меназин я сразу повесился пациент назначьте мне что-то пусть железо пока горячо ты пукаешь по улыбке я буду любить это как раз представься пожалуйста Бутузов Павел Андреевич профессия врач-психиатр психотерапевт нарколог из какого-то города то что тебе нравится сейчас его управление за счет которого у нас есть набережная установлены крема парки а что тебе нравится в рязани ничего как ты думаешь что тебя ждет на шоу привет паш как добрался я добрался за 2 дня до этого но это осложнилось тем что я ночевал не здесь а где ты ночевал я начал в прекрасном городе луховицы памятник огурцу и сегодня в пробке поставил 2 часа отлично то есть ты прям потратил много усилий чтобы добраться ну круто давай начнем сходу с такого вопроса который наверное я постараюсь задавать практически каждому специалисту но психиатру для психиатра мне кажется этот вопрос он особенный потому что реально много народу так считает вот есть такое мнение что профессия психиатра она накладывает определенный след и что превращает даже человека буквально таки в циничную тварь ты как с этим согласен во первых и насколько ты вообще это чувствуешь именно в своем лице я хотел бы сразу идти формулировки психиатра твари это максимально нравится формулировка а вот в остальном циничность до со временем она проявляется особенности работы как ты стал любого врача не сильно отличается психиатр или нет у меня она наверное сейчас на уровне где-то 2 из 10 2 из 10 ощущаешь цинизм где 10 это максимальный цинизм где 10 10 это уже пора увольняться самая пора ну и в особенности профессии психиатрия хотел сказать что люди туда идут все-таки изначально своеобразно это надо иметь какую-то личностную особенность чтобы захотеть работать с психическим расстройством ну давай раз ты об этом заговорил не будем тянуть и ты расскажешь какую свою особенность ты ощущаешь которая привела тебя в психиатрию что ты не выбрал что-то другое я вообще ошибся то есть изначально пойдя в медицину я ошибся потому что хотел быть хирургом но со временем я понял то что вот этого двоечки цинизма в отношении к хирургу недостаточно чтобы не было никакого желания работать в такой медицине и исходя из впрочем у нас выбралось мнение то что психиатрия такой вот далеко от медицины в итоге оказался неправ но полностью доволен результатом потому что в нашей стране психиатра все-таки человек который лечит все попадает в отделении и чем все заболевания пневмонии связаны что-то с сердцем последние пилой нефрит вот прям пару дней назад ну кроме хирургических иногда даже приходится касаться и хирургических тем то есть все таки бывает тоже нокий хорошо ну давай сразу тебе еще один вопрос сколько зарабатываешь я давай сразу для зрителей скажу что паша имеет во владении свою клинику он к этому долго шел и я это весь процесс этот буквально по очереди наблюдал и я меня интересует не это понятно что там ты зарабатываешь нормально что наверное человек который любой имеет частную клинику свою он зарабатывать нормально меня интересует государственная служба твоя во-первых в двух словах опиши где ты работаешь и сколько ты зарабатываешь именно на государственной службы потому что мне кажется что нас будут смотреть много студентов которым это интересно и который в дальнейшем может быть планирует именно работать на госслужбе так работаю я заведующим отделением женским отделением психиатрическим в туинской психиатрической больнице официально за прошлый месяц официальная зарплата 75 тысяч 75 но это нормально я думаю что я считаю что надо достаточно набраться такого специфического опыта потому что ты сам работал в бюджетной клинике ты понимаешь что частной практикой пациент из частной практики это абсолютно другие люди абсолютно другие расстройства ну да согласен ты хочешь короче объять все но ты планируешь нам работать долго или это вот твой некий опыт закончив который ты полностью уйдешь потом в час я не могу сейчас точно сказать потому что два года я страдал от того что там работу прям прямую странам не было очень бескомфортно но сейчас мне эта работа начинает нравиться приносить удовольствие в принципе я наверное все таки останусь в бюджетном сфере хорошо брал когда-нибудь взятки ты я не скажу что прям взятки благодарности до были поначалу чем благодарность у нас в россии отличается от взятки сейчас в моем мышлении уже ничем то есть я дошел до того уровня что я против этого я один из ярых противников в туре как раз именно даже благодарности многие не согласны ну поначалу свою работу прям первые пару месяцев это было для меня как даже простые какие-то конфеты поощрение моей работы сейчас ты считаешь что это взятки сейчас не считаю что лучше вообще ничего не не брать от пациентов потому что по крайней мере в нашей области достаточно оплачивается это именно тот труд который идет там и проблем больше именно психиатрии значительно больше проблем если ты связываешься даже благодарности но наверняка не все такие честные да ребята как ты и наверняка есть те кто берут взятки ну несомненно это встречается это искореняется сейчас да потому что это пережитки такой советской психиатрии в которой кого-то можно закрыть кого-то можно удержать за что-то там припугнуть диагнозом еще чего-то это выжигается каленым металлом сейчас но все больницы про разницу давай мы стоять чуть позже поговорим у нас будет там про разницу того чем отличается там советская психиатрия вот сегодняшний сейчас давай немножко про может быть какую-то историю расскажешь как тебе пытались дать взятку но ты отказался наверняка была к этим веселой историю она произошла прям недели в памяти близко три недели назад абсолютно такая смешная концовка сама история конечно не очень смешная пациентка психозию доставили скорой помощи и собственно говоря в таком же психозии и родственники которых мы когда кого-то поймали кому-то нет само собой у нас не согласно было на лечение в случае не согласен с лечением ты знаешь у нас это вызывайте суд и вот момент когда он приезжает суд прям занятый вариант до этого ко мне подходит родственница этой пациентки и просто бумажки завернутые я не знал что там деньги на разъявление просто вот вам заявление как мы заявление может на суд еще нет это на улице все да 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 просто было именно улица как раз зашел утверждать комиссию заново врача она меня вылавливает пытается я вижу что начинает высыпаться тут и деньги и она уже мне в карман убегает высыпаться деньги да просто завернутая бумажка из которой высыпаться деньги начинает половине в карман половина нет а я просто в бешенстве в огромнейшем потоке и вы еще не видели как быстро могут все-таки эти бабушки бегать она очень быстро побежал через лес так а ты что начал а я просто вытащил и пошел я она слышала это или потом просто денег потом разбросок не было потому что я ушел ветер очень красиво я не знаю столько там было да вот этот вопрос насколько примерно за ну вообще ну давай давай на не будем так вот прям совсем умолчать я думаю что ты знаешь сколько стоит примерно подобная да 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 ты знаешь на что она намекала то есть соответственно я думаю что какие-то в голове сумма какая-то есть больше ста тысяч фаш я подготовил для тебя одну я думаю тебе будет интересно мы все знаем что мало того что у людей с шизофренией проблемы могут быть с галлюцинациями например они очень странно думают то есть них нарушено мышление эти предлагаю сыграть буду так как каждый из нас много раз встречался с таким пациентом мы знаем как они думают и сейчас мы попробуем с тобой представить что вот мы с тобой находимся в палате и разговариваем на определенные темы полина нам сейчас будет называть темы и мы с тобой постараемся на них побеседовать так как будто мы с тобой шизофренией нормально но хорошо давайте начнем зубе апокалипсис знаешь я вчера шел по улице и вдруг взглянул на небо и и понял что очень-очень-очень все странно ведь лошади которых я видел вчера они означают что апокалипсис уже близко и я не знаю что мне делать потому что уныние поселился во мне четыре года назад когда я тогда еще жил у у бабушки и я вот не знаю хотел тебя спросить как как ты думаешь что ты думаешь на эту тему какого цвета были лошади и зубы потому что я когда последний раз смотрел лошади и зубы я задумывался потому что я не могу это привести очень сильно задумывался и не нашел кузнеца пришлось но зеленый цвет если был то куда смотреть когда ты видишь что что человек разбирался я ему говорю ты выпей водки и иди а он мне начал говорить зомби зомби я не знаю я ушел и я даже потом не стал с ним уже разговаривать и я я подумал что не надо уже не надо все это я я просто думаю как 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 бы куда идти то смена тема озеленение города а я вот знаешь видео на этого человека смотрю было недавно в окно еще была экспертализация и смотрю подозрительный ходовник там жужжит свое жужжит и я в этом вот жужжи я знаю что у меня примерно ведь был такой случай тоже я прям почти такой же я на небо смотрю мне оттуда говорит человек я лица не вижу но знаю что она там есть я смотрю она внутри меня уже сидит и смотрит на меня лапами своими шевелит я думаю зеленый не зеленый какого цвета я вспомнил опять эту лошадь я думаю я поеду я на ней и приду и куда я опущусь на дно на самое ведь вот я уже здесь вот в больнице и смотрю а оказывается они существуют мусорная реформа это все наши врачи я нет размазал ты молодец молодец а я но я не знаю не знаю мне кажется что мусор я вчера спрятался в него вот ушел туда я так как сам работал достаточно долгое время в государственной клинике знаю что там есть два момента первое это то что есть определенные лекарственные препараты которые обязательно нужно назначать ну потому что они есть в рекомендациях и второй вопрос который наверное меня даже больше интересует что есть много врачей я думаю это в любой больнице так которые назначают лекарства пациентам которым они не нужны или назначают лекарства пациентам которые мы как бы сами просят назначьте мне что-то хотя это может быть лечится не так вот и у меня вопрос исходя из этого назначал ли ты когда-нибудь своим пациентам лекарства вот прям на отъебись я бы не сказал что это происходит так есть две ошибки в современных клиниках до 1 ошибка происходит еще в ординатории есть и попадаешь не совсем корректным врачам который тебя там учит потому что есть я сейчас прям перечислю тебе эту схему то узнаешь то есть я работал в психбольнице медицинским братом когда учился не врачом еще но у нас там я я опять же и поэтому я это не назад я видел как это назначает я скажем так был тем кто давал эти лекарства людям по назначению лечащего доктора то есть ты понимаешь схема которая такая на средне поможет каждому она не сделает хорошо она не вылечит но она сделает так чтобы правильно сказал чтобы был отъебись ты назначил это пациент и ты знаешь то что острое состояние у него закончилось эту ошибку я думаю насколько ты сейчас считаешь что это хорошо вообще не считают хорошо я как ты сейчас действуешь подобное эту схему я не назначал уже очень первые пол свои года я пользовался этой схемой и то в тех случаях когда я не доподнимал ну можно чуть-чуть не хватало времени сам значит очень загруженную бумажной работы сейчас я даже комбинацию азолептин кармазопин не использую не было передалами на землю то есть это запрещенные не рекомендованные комбинации которые являются одной из проблем российской психиатрии если если ты видишь что врачи в твоем отделении ты заведующий да и вот рядовые врачи в твоем отделении назначают такие схемы что ты делаешь то что ты стал заведующим недавно сколько ты работаешь из декабря с декабря наверняка до того как ты был это происходило нет я уже пришел довольно хорошо подготовлено в лечение отделения и у нас бывают отхождение от рекомендации но исключительным случаем если человек пил вот этот смешанный коктейль протяжении 40 лет а когда это уже какая-то бабушка менять ее лечение это уже слышно сильные риски все понятно то есть если есть риск для для пациента ну окей хорошо давай перейдем к такому но очень интересному я думаю вопросу для наших зрителей это содержание больных в современных психиатрических больниц то что многие видели фильмы там про карательную психиатрию не знаю там пролетая над гнездом кукушки для людей там бьют электрическим током вот что действительно происходит сегодня в именно стационарах больниц как лежат пациенты в каких условиях они находятся что с ними вообще делали я хотел бы уточнить ты спрашиваешь про то где я работаю или то что я видел кардинально давай про то и про то но и начнем с того где ты работаешь где я работаю во первых у нас нет решеток вообще то есть не то что наука у нас нету вообще решеток в отделении именно во всей больнице да а в судебных судебного я не касался не знаю что просто банально не было вот обычное психиатрическое отделение тем более неврозы первых признаков решеток нету решеток нет вообще то есть ли пациенты могут ходить везде там же где врачи а это условно везде потому что есть наблюдательная палата из которой выход ограничен он ограничивается медперсонал сколько времени может человек находиться в этой палате не выходя из них у меня был случай когда я пришел в это отделение и не курабельная можно сказать пациентка что такое некурабельное объяснение давай попробуем без да да мы неправильно выразил себя в отношении умирающих больных все-таки надо говорить вот он цинизм жива-здорова терапии никакая не права в какие-то моменты я по истории пациентки смотрел ее терапия заключалась чуть-чуть просто увидеть твои глаза 1600 карбонозепина и 600 азолептина в день 1600 это получается сколько таблеток 200 одна таблетка 8 таблеток 8 таблеток это все добавлено зло передаваться на все терапевтическая доза у нас 3 или 2 это само сходить когда в давнишую историю было пациентка с детства в больницах она сколько в день получалось таблеток вообще на пива потому что мы поменяли лечение на индикационное это под какие-то проводник довольно какие-то успехи но все равно она раз в три недели кого-то бил она целенаправленно находил бабушку и бабушку об стену так то есть она представляла опасность для других пациентов и поэтому она долго на долгое время находилась в этой палатке то есть такая палата есть все остальные пациенты могут прогуливаться где угодно да то есть они могут ходить около твоего кабинета в котором ты находишься данному постучать зайти беспрепятственно к тебе туда и практически беспрепятствий у нас есть двери со специальным ключом кого-то 3 ранков сейчас где я работаю везде свои тучи у меня на 4 гранта ключ но пациенты не стремятся излишне тревожит врача потому что врач оценивать все-таки в том числе и поведение если пациент каждые пять минут подходит и стучится в дверь и начинается корректировать как-то лечение если нужно ответить на все вопросы то что у нас с привязыванием больных давай более корректно фиксации мягкими вязками фиксации мягкими вязками да что такое фиксация мягкими вязками это когда человек находится на своей кровати и руки-ноги его фиксируются к этой кровати иногда еще хомут хомут на чтобы он еще не мог а да потому что фиксация производится не только с целью психоматурного возбуждения отношения других больных но бывает что пациенты же наши могут и об стену головы разогнаться нередки ситуации у тебя сейчас кто-то лежит из пациентов на вот такой фиксации я второй день в отпуске лежала на фиксации полтора часа я тебя потому что пациентка может и головой об стену то есть случай когда пациент может угрожать другим пациентом или себе он фиксируется с насколько по времени он может фиксировать сколько может лежать таком положении полтора часа полтора часа максимум максимум это с учетом того что выполнены все назначения есть некоторые состояния связано с угроз жизни при которых назначение ему в полной мере а так назначение препаратов за полтора часа хорошо если нельзя выполнить сколько может пациент лежать на вязках но сколько по времени вот максимум то есть он же не может лежать сутки в ординатуре я видел но это уже нет лишь в больнице я видел что лежали сутки но там были проблемы с препаратом нет я тоже видел но это было там условно говоря там 10 лет назад например или больше сейчас в нашей больнице хорошо меня интересует такой вопрос я знаю что ну вышел на закон когда о курении во многих больницах полностью запретили в принципе вообще курение для больных как вот с этим обстоит дело в твоем отделении борьба 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 то есть просто я я я расскажу как было у меня чтобы ты сравнил когда я работал в психбольнице повторюсь это обработал мне врачом медбратом я работал там четыре года и вот все эти четыре года люди но вот курили это из там не знаю словно говоря 80 человек в отделении курили 70 и и курили они постоянно то есть ну запах стоял такой страшный от этого курения что можно было только два варианта это либо самому курить как делал я например в то время либо я даже не знаю носить маску какую-то или что-то потому что запах просто ужасными сейчас как ты гашня борюсь с этим что за борьба то борьба с родственниками больше происходит потому что в принципе сами пациенты неделю переждали и проблем уже никаких не возникает и борьба конечно же идет в отделениях с персоналом потому что персонал удобнее делать зоновские порядка сделай что-то за сигарету помой полы за сигарету сходи с видой еще за сигарету то есть это некая валюта 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 психиоприи там не давно будет поэтому как только мы начинаем искренять я с первого сегодня работают искренне опять и по той же причине что я сказал да либо в маске сиди либо кури я не говорю в маске сидеть аж кипоте первым делом я занимался искренением этого больше возмущения происходит больше всего от персонала когда а смысле что персоналу нельзя курить нет что персонал может выдавать сигареты как поощрение а что они не могут пользоваться таким пряником который раньше там помой посуду там две сигареты мы тебе дадим да там сходи там ну не знаю условно этом помой полы да там три сигареты чистота всегда в отделении ага а сейчас как как какой-то ты замену как утреб дала или все работают соблюдая свои должностные инструкции но у больных нет должностных инструкций больные сейчас ничего не делают у них есть мы сделали прогулочные ролики нормально наконец-то мы сейчас этим озаботились сейчас будут они доработаны на доделан прогулки и мы подключаем чтение то есть сейчас шашки шахты правильно понимаю что всей работой которые раньше занимались больные да давай прям уточним что раньше условно говоря 10 лет назад когда я работал медицинским братом ту работу которую должны были выполнять по идее санитары выполняли больные и санитар вообще никаких не было я не исключаю все отделения нет я сейчас про спрашиваю только про твое то есть сейчас больные ничего не делают то есть они не могут за собой свои воли по своей воли причиной его может быть какая согласись скучно лежать до средний срок 60 дней пусть там чтение шашки шахты тут это она не любит это тягостно находиться в больнице то есть какая-то трудотерапия есть и она ты считаешь позитивно да то есть насильно и сейчас никакие за сигаретами хотя каждый раз поступают роста в кучу сигарет куда вы отдаем брату я на двери повесил табличку что мы принимаем а что нет в соответствии с приказами травм хорошо раз этой темы коснулись дедовщина есть как это все происходит вот приехал например какой-то человек допустим я попал я попал в психбольницу не знаю сошел с ума от работы и попал в больницу с диагнозом там ну с любым шизофрении острая полиморфная острая да шизофрению сразу мне не поставили поставили острый полиморф на сколько я с ним должен лежать там ну условно 30 дней до 30 дней вот я заезжаю туда как дальше обстоят у меня дела то есть насколько это будет болезненный процесс с условием того что есть люди которые лежат там уже не первый раз уже там у них сформировался какой-то коллектив не будут ли они на меня давить у меня будет довольно объемный ответ в этом плане потому что здесь в Лизане этого вроде как до сих пор не сформировано у нас есть отделение первого приступа чтобы исключить как раз моменты дедовщины отделение в которых лежат максимум три раза так там дедовщины просто не формируется то есть там нет людей которые лежат больше трех месяцев ну больше там четырех месяцев в обществе просто там нет они исключены не успевает сформироваться конечно если мы берем отделение хроников и есть вариант при котором человек попадает впервые не впервые приступ переполнен ты когда-нибудь совершал может быть убийство телефоновая статья тебе не положат в первый приступ суицид не всегда кладут в первый приступ в таком случае человек попадает что из себя представляет давай так что из себя представляет в больнице дедовщина чину не как в тюрьме на это разные вещи дедовщина там можно сказать так слегка на в стороне врача интерес более здоровый пациент который ближе к выписке дали или не будем исключать официальные показатели показатели для того чтобы лежать у нас сгоревший дом и плюс психическое расстройство банально никуда не лучше потому что ему некуда идти такое тоже до сих пор остается не все они отправлены в интернат эти люди помогают врачу потому что есть большой миф с тем что работают в психбольницах огромные санитары у меня женское отделение у меня добрые женщины за 50 то есть представляешь поступает буйная пациентка супер буйная последний меня за животкусил ее каким-то образом проверился на гепатит после этого я постоянно проверяю все потому что у меня в отделе ничего только нету и и же как-то надо убедить зайти в наблюдательную победить навязки для банального первичного назначения препаратов дали выполнение этих препаратов согласить пациенты не старт а препарат давай так ладно в чем дедовщина дедовщина в помощи пациентов врачу а то есть за врач может повлиять да на каких-то пациентов которые лежат уже давно сказать им там давай вас не следят за порядком то есть поступает пациент который начинает рушить этот порядок несмотря на то что это наблюдательная палата и человеку белом халате надо меньше доверия чем такому же пациенту из то есть кроме могут уговорить лечь на мясо уговорить так ну то есть дедовщина не включает всего то что я могу приехать и меня там от пиздит мне за это какой бы там ни был хроник как бы он давно не лежал ему будут применены такие же меры то есть рукоприкладство нет вообще нет ни я на это работал в мужском отделении там бывает мужчины толкаются но они знают какое наказание не за это какое как минимум нахождение гулять на палате то есть невозможность гулять невозможность ходить по коридору там то есть только на обед завтрак обед-ужин тоже а тоже в палате то есть они должны смотреть то есть ограничение социальности на какой-то то есть это для них является мотивация ну это является мотивацией для условно здорового условно премиссии здорово-здоровых у нас все-таки нет но больно является мотивацией вести себя более-менее адекватно насколько ему это возможно понятно что мы знаем пациентов которые ни при каких условиях не могут вести себя нормально пациенты с тяжелым с насталостью или гипофренические шизофрении тяжелой текущей да они могут постоянно убегать у меня допустим один из пациентов выбегал на каждый мой вход подбегал ко мне не ухал мне волосы спрашивал если у меня три поворачивался к заведующей спрашивал а ты пукаешь в колготке если он выполнял этот триггер он спокойно убегал обратно и не каждый же раз можно убегать у него за это ну понятно то есть в этом плане это ты рассказал про свое отделение про два ну про два отделения которых ты работал ты сказал что условия содержания пациентов в других больницах да или других отделениях я не знаю что имел ввиду могут разниться что сейчас вот вот самая жесткая может быть рассказ от какого-то твоего коллеги когда с которым ты общался то есть какие сейчас до сих пор до применяются может быть там методы наказания да там к больным какие-то страшные да или что-то еще стоит сейчас вот прямо до сих пор существ нет конечно да да я проходил ординатуру там пациенты могли проводить до 2-3 недели человек лежит навязка привязана привязан правилом отделения было то что человек поступает его сразу фиксируют вне зависимости от того то есть если я поступаю в любом случае меня привязывают на сколько время на неделю то есть неделю человек лежит навязка 2019 год и неделю получается 2 2 калвовый берегу 2 2 2 2 2 овен отель это много дата это много то есть это как раз тут не в то что ты попадаешь в психиатру encima ну то есть ты как вот превращаешься в овощи хорошо это больница о которой мы не говорим это исключение скорее или это все-таки действительно много таких еще в россии заведением по всей россии как ты думаешь решетки все еще остаются решетки врачей решетки по отделению это создавало плохую атмосферу для всех и пациенты были хуже примерный процент то есть ты думаешь что психологически когда человек находится в таком закрытом полностью за решетчатым как сказать отделение да он находит но он находится в более худшем психологическом состоянии чем если бы он значительно гуляет а у нас паш следующий конкурс для тебя и честно говоря для меня тоже потому что под этими карточками на столе скрыты название лекарств и название болезней и мы сейчас по очереди будем с тобой брать по одной из этих карточек и за 30 секунд нужно будет объяснить либо то что это за болезнь и как ее лечить либо что это за лекарство и что она лечит понятно ну и давай пока ты еще не успел собраться мы с тебя и начнем начинаем повезло повезло мне у него рассказать не повезло тому кого его назначили бензодиазопиновый нокривилизатор обладает с напорным эффектом обладает противотревожным эффектом влияет на комплекс если не ошибаюсь но назначать его в современное время абсолютно не стоит и если назначили 200 раз просить так цепролекс препарат группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина классный и замечательный препарат который очень активно используются сейчас в практике для лечения тревожных расстройств для лечения депрессии практически любого генеза ну короче классный препарат всем всем рекомендую они мне не платили давай дальше как то чего ты боялся то про что я не знаю как рассказать за 30 секунд очень близкая болезнь болезни альцгеймера отличается от нее только теми моментами что в первую очередь распадается личность и более быстрое течение заболевания лечение и мантин но поехали я тогда беру окр цепролексом кстати говоря можно лечить окр сессивно компульсивное расстройство невротическое расстройство при котором есть обсессии навязчивые мысли и соответственно компульсии навязчивые действия но например человеку кажется что он сейчас потеряет контроль и начнет не знаю бегать голым по улицам и из для того чтобы избежать этих мыслей он начинает мыть руки этим препарат старый препарат 50-х годов типичный нейролептик применяется сейчас практически во всех странах но адекватно применять первые семь дней терапии рекупирования островом психоза в нашей стране почему-то им лечит и дальше во многих местах но есть плюсы есть минусы из побочек если пирамидное расстройство последнее синдром туретта но это такое и даже не знак про это рассказывать если честно синдром туретта это ну неврологическое такое больше заболевание при котором человека могут сформироваться какие-то не зависящие от него действия и даже не зависящие от него ну короче не зависящие от него поведение например человек может внезапно начать что такое ужасное делать ругаться матом как у меня такой вопрос раз уж мы поговорили про условия больницах и ты говоришь что они такие нормальные в целом давай представим что ты не дай бог конечно заболел какой-то каким-то психическим заболеванием ты бы сам лег в эту больницу в которой работаешь с учетом всех всего того что ты рассказал или все-таки ты подумал бы о например какой-то другой больницы да там столице или может быть даже за границей я думаю что если я оказался в тех условиях в которых я был бы вынужден лечь свою больницу да это нет ты просто вынужден лечь но у тебя есть выбор у тебя есть выбор либо та больница в которой ты работаешь либо москва либо за границей ну не знаю германию если за границей то безусловно выбираем за границей да там абсолютно другая психиатрия да с этим все понятно разница между москва и регионы тоже очень очень большая разница в чем разница условия ремонт питание пожалуй психиатрии что что хорошо психиатрии так это питание питание не воруют повара я работал когда воровали мы смотрели в окно и утром утром люди выносили вот такие куски мяса складывали в машины и увозили короче куда-то в дальнем направлении это реальная история смотри у меня отделение прямо с пищеблоком я приезжаю в 7.30 еще ни разу не застал но в супе мясо есть есть и еда правда вкусная ну ладно давай вернемся давай вернемся то есть в чем отличие ремонт так ремонт это я понял лечебный природовой мастерский это то чего не хватает многих регионов что это такое это то где пациенты могут заниматься трудотерапией отдельный от надраивания швабрикова то есть что-то шить то есть это какие-то кружки по интересу ну ты же знаешь что что основная проблема одна из проблем уже чуть людей в ремиссии шизофрении например это именно волевые нарушения и в том числе волевые нарушения социализация лечебно-трудовой мастерский позволяет быть в социуме уже социуме с пациентом ремиссии то есть в социуме не только где вокруг люди там в психозах доходят а в социуме где все более-менее уже там в нормальном состоянии и заняты это в москве есть достали в регионах нет я не могу сказать что нигде но больно везде возрождается это тоже успелось успел возродиться но наши болицы это возрождается хорошо чем отличается тогда допустим условно центральная европа германия франция за бельгия и россия даже москва значит я бы многих своих пациентов с радостью опускала в лечебный отпуска постоянно я бы с радостью опускал на прогулку даже не огороженную очень легко а то есть территория допустим огорожена больницы а у пророчной дворе если бы не было вот этого страха жалоб у врачей сейчас страх и жалоб каких очень чистые поступления когда полиция или еще кто-либо и конкретных людей здесь не обвиняют здесь это происходит у каждого в том числе просто ускорить помощи врачу надо ошибиться когда пациент доставляется и не принимается приемный покой доставляется но не представляется по показаниям потому что ну совершил правонарушение какое-то даже ты же все больницы обычно они не скрывают туда а вы знаешь я пускаю лечебный отпуск и у меня кто-то из пациентов прогуливается делать что-то по мнению других неадекватно тоже здоровые люди можем что-то сделать по мнению других неадекватно так и в чем разница тогда разница в том что может поступить конкретная жалоба а в германии не может я не знаю но они как-то более свободно к этому относится и более свободно чувствуется на пациента то есть ты имеешь ввиду что социум лучше принимает людей с психическими какими-то болезнями потому что жалобы напрямую идут от соседей в полицию и здраво некрептивные петиции собирается у нас до сих пор люди считают большинство людей считают что если человек имеет например шизофрении то он должен в больнице сидеть всю жизнь свою оставшуюся и не выходить от и не жить в квартире в своей ни в коем случае если бабушка один раз попалась каким-то органическим масштабом средстве возраста далее но были у меня там нарушение память памяти ну запуталась как от предвели на фоне терапии это возникновилось мы выписываем они помнят то что было до этого они могут даже подстраивать чтобы пациент вернулся то есть вот этого пока нет но это такая проблема социальности то есть это единственное что ты считаешь то почему бы ты лег бы с большей радостью в германии нежели чем в россии я тебя понял я хочу задать теперь такой очень сильный вопрос он неприятный он такой достаточно депрессивный наверное но его надо задать когда я работал когда я пришел на работу в психбольницу первый раз на первой смене у меня сразу повесился пациент и для меня это был стресс жуткий мы вынули его из петли и он выжил вот и более того вот все время когда я там работал там около четырех лет наверное да пока учился вынесли в институте он периодически приезжал туда и был живой более-менее здорово и больше у меня таких ситуаций наверно в практике не было чтобы кто-то прямо вот уже настолько далеко зашел в своем в своем суициде давай вот об этом поговорим умирали ли у тебя пациенты только честно вследствие суицида нет потому что все больницы никто не должен умирать от суицид а это то место куда соответствовать статью 29 человек попадает наоборот да то есть да это должно если там происходит суицид то это дефект работы и заведующего и врача и новое персонал просто не должно происходить по поводу смертей конечно да да и часть последний год я буду говорить свои да с учетом того что многие многие у моего врача это как я заведующий беру огромнейшие соответственности на себя 6.6 за сколько за два года с января 6 человек я ушел в январский отпуск 3 человека умерло но надо учитывать возраст семьдесят восемь лет восемьдесят два года то есть моста то есть такое что они умирают от старости нет такого умирают от старости есть такое на паллиативная помощь а паллиативная помощь подразумевает большее количество персонала давай подожди тогда уточним для зрителей что паллиативный под паллиативной помощью ты понимаешь что привозят пациента и привозят потому что дома он не может уже находиться ему нужна постоянная медицинская поддержка какая-то поэтому находится в больнице но должен ли он находиться в психиатрической больнице смотреть пациенты стареет наш наши пациенты уже не так много шизофреников все больницы и тем более нет никаких наполеонов порядка половины отделений на законы все таки работа с деменцией деменция старческая слабоума и тут возникают трудности с выпиской в принципе мы готовы выписать 0 7 дементных больных но во первых зачастую они находящие если родственник там говорит не заберу может не можем привести бросить под дверь таким образом они остаются у нас и в понятии и в приказах коллективной помощи сейчас есть отдельный раздел терминальная деменция когда человек с вырублен коварчиком входит в младенство он говорит на более пяти слов четкие критерии не до конца еще разработаны люди с терминальной деменцией у нас есть и любая деменция в итоге может стать терминальной а это в том числе отказ от органов системы то есть сто процентов больных которые умирают это больные нет все таки это не так я во время арбинатуры был свидетелем врачей ошибки что она произошла аллергия на аллергия она не была нигде записана пациент неоднократно лечить символом 22 года можно назвать врачей на ошибки не назначил аминозем не узнать что они ростом никем не мог предоставить до этого он не лечился аминоземника визу тут психомоторное возбуждение стандартное назначение и получилось так то что это его стояла на весь миром друже спасти не удалось сразу поняли что развелся заболевание или в связи с тем что галтерио этот аминозем подействовал он смог нет не уснул он дал давление 70 потери сознания реанимировали я почему курсе ситуации пошли на тот момент реанимировал вместе не было огромным стрессом ты был вроде на 2 1 1 тура до 1 семестр почти твой ровесник был получать в чем очень некрасивая ситуация то что за полчаса до смерти увидел его матча ну в итоге говорят врача невозможно судить это не так то есть врач правда миноват врача возможно судить в той ситуации был миноват терапевт который не увидел вовремя патологии спутывал ее на рентгене с дисминированным туберкулезом терапевт получил уголовное наказание то есть терапевт в тюрьме сейчас но сейчас может уже нет в колонии в колонии то есть понятно так ладненько давай перейдем вот этой темы к такой более наверное провокационной но важно темы есть ли в больнице психиатрический план по пациентам то есть есть ли например что в этом месяце мы должны положить 10 людей шизофрении 5 депрессии 3с там аксессивно-компульсивным расстройством до 10 деменции и так далее и выписать то же самое план есть все критерии носят рекомендательный характер и они их неправильно понимали даже когда я пришел в больницу они были неправильно поняты для чего они сделаны допустим а есть критерий прибыл к среднего пребывания в больнице средней работы койки по отделению 56-57 койка должно быть заняты заняты меньше это не такая проблема абсолютно не проблема допустим у меня отделение в прошлые 6 месяцев работало 46 койк в среднем сколько койк в палате раз уж заговорили в наблюдателе 10 а в остальных от двух до в зависимости от отделения допустим а кто может лежать в двух открытой вип палата то есть это обычно это более здорово ближе к эмиссии то есть палаты формируются по принципу того что нельзя положить острого больного вместе с больным который завтра будет выписано ну понятно так ладно давай дальше про план второй показатель повторность поступления от ним оценивается то насколько эффективно работаю если пациент с этим же диагнозом в течение месяца поступает регулярно формирует его повторность значит надо администрации в больнице и думать о нормальной работе амбулаторное звено если ты хорошо лечит и есть показатель продолжительность пребывания тоже показатель которым оценивается насколько хорошо ты работаешь этот показатель не как верхнюю границу дай который нельзя превышать у меня в день 75 и мой показатель 46 ты сейчас говоришь о критериях который у нас только мне становится понятно они наоборот говорят в сторону того чтобы не люди не попадали в больницу то есть ты говоришь о том что ну смотри ты сказал что я должен оценивать вторичные до поступления то есть и должно быть меньше их должно быть меньше если коэкс 150 у нас занято 40 это не проблема и третья ты сказал что да что что типа не должен не должен лежать больше какого-то срока то есть план по сути на то чтобы меньше лежали меньше лежали хороший план получается да то есть я так понимаю что весь мир то идет как раз к тому чтобы амбулаторно максимально лечиться амбулаторно а не в больнице не в стационаре проблема возникала у старых заведующих которые слишком буквально все понимают не учитываясь приказ именно с показателем средней работы койки 56 должны быть заняты а в чем возникает их проблем если у тебя меньше коек работы 40 допустим да из 56 твои койки сократят у них есть страх как же моего отделения сформируют я перестану видеть заведующие а все я понял то есть если человек не если у человека занято постоянно 40 койка есть в отделении там 60 то скорее всего могут сделать так что вот урезаться урезаться врезаться и в итоге отделение могут вообще сократить убрать отделение или формировать но это нормально психиатрии это хороший показатель это но не для заведующего у нас следующий конкурс page здесь под этими карточками скрыты пословицы мы с тобой как психиатры знаем что для того чтобы определить является человека имеет ли человек какую-то патологию психическую часто нам помогает оценка его мышления и многие психиатры используют для оценки мышления то как человек может объяснить эту или иную пословицу и поэтому мы сейчас с тобой посмотрим насколько у нас а зрители пусть оценят да насколько у нас адекватное с тобой мышление поехали давай начинай ты зачем зачитать и сороку и ворону добьешься до белого лебедя будь старательным будет у тебя результат нормально так шилом море не нагреешь но это я думаю что это типа причинно-следственной связи то что если ты хочешь сделать что-то то нужно понять как это делать чтобы этого добиться будет замкнуть листочек я специально убрать не буду поставить кусь железо пока горячо делай пока прет лес лес рубят щепки летят ну кстати говоря у меня есть несколько вариантов того как можно объяснить но первый это то что если есть какая-то большая цель то мы можем позволить себе иметь какие-то мелкие потери на пути к цели не хвались травой хвались сеном про марихуана хвались уже сделанными достижениями а не только когда ты начинаешь что-то делать я боюсь вы жесткий вообще кстати за морем телушка полушка до рубль перевоз ну типа наверное что ты знаешь что есть что-то но что-то типа хорошие и крутое если ты что-то сделаешь но для того чтобы этого добиться нужно что-то сделать расскажи про самую интересную клиническую историю из своей практике интерес и связано с работой сейчас ну давай потому что потому что они довольны стандартно там интересно зависимости моя самая милитая история которая тоже кстати слышит какие занятия вместе проводим и я соскучиваю я считаю то есть самых интересных то как сработал мозг у человека то есть аллергия была вызвана то есть он не испытывал симптомов когда не видел кота у человека не было аллергии аллергии начнем какая аллергия крапивница мы начали копаться в этом докопались до детского возраста в котором пациент был чуть-чуть ребенком и бежал через дорогу с котенком вот у него машина не котенка пациент маленького мальчика так и в тот момент он принял решение для себя то что как это опасно то есть он ассоциировал кота с вот этой вот опасностью для жизни своей да да и каждый раз у него ну понятно что мы уже несколько неприятных событий с ганами да какой-то царапки или еще что-то там что-то опасно оно вызывало у него тревогу и опять же уже не питатель делался так хорошо ты вылечил? да как ты его вылечил? ну то есть вы в общем-то убрали вот этот страх котов да по сути? да да и у него перестала проявляться крапивная знаешь что он понял в течение второго сеанса саму ошибку это логично что в согласии с самого ее внимание да ну вряд ли да ему уже стало значительно лучше то есть он уже мог находиться практически вископом он уже угу и реакция была меньше метка ну а дальше уже у нас тогда дипломатическая поработали убрали классно да хорошо такой вопрос сколько сейчас ты ну конкретно ты да чтоб всех по разному сколько к какому проценту проценту больных ты назначаешь медикаментозное лечение с каким процентом больных ты проводишь психотерапию? 100% больных психиатрического стационара, да? угу это мы сразу отдельно, потому что на нем сильные против процентов ну то есть ты будешь ты с ними и работаешь психотерапевтически или нет? стационарно? очень мало очень мало в основном стиле кто на них так упал то есть потому что не успеваешь я так понимаю по времени просто угу я понял ладно хорошо и у нас есть еще несколько вопросиков один из вопросов он не будет связан с медициной вообще и нам бы хотелось чтобы на шоу нашем каждый кто к нам приходит был немножечко не только врачом но и человеком и давай с тобой вспомним какое-нибудь такое твое студенческое студенческую тусовку которая тебе запомнилась и которая была просто какой-то невероятной сумасшедшей и что ты там делал я не знаю может быть танцевал голый там на баровой стойке или... можно хоть три ну первое что мне запомнилось это постоянно в моей памяти всплывается это то что я жил в обычной крючевке на втором этаже И зимой трактор заявил не смерть от окна. И во время одной штусовок у меня отломал второй крест. Нас было так много в этой однушке, что мы смогли создать цепь людей, которая выпрыгивала из окна в этот... Снег? Да. Бежала, чтобы это было бестрерывно. Бестрерывная цепь? Да. Это постоянно споет наркальность, потому что это было очень весело и классно. Так, хорошо. Что еще? Трезвым само собой-то никто не стал бы делаться. А второе, это тоже множественное такое событие. Есть у нас представление один нарколог. У него есть сын. Есть нарколог и есть сын. Есть нарколог и есть сын. Задача такая. Да, нарколог очень любит путешествовать. Так. А сын очень любит проводить вечеринки дома. Любил. Когда отец путешествует. Да, сейчас в Москве проживает. Раньше любил проводить вечеринки дома. Это большой двухэтажный контент. И тоже огромный, конечно, проект X был. Фильм проект X. И это было классно, было постоянно. Так. Так. Промежуток по, наверное, второй, четвертый курс. Тяжело было просыпаться. Это, конечно, тяжело. Так. Ну, какая история-то? Я думаю, не все истории. Тут можно рассказать. Нет, можешь любую рассказать. Ну, какая тебе запомнилась? Что-то такое прям. Обычно у меня оттуда не конкретная история запомнилась, потому что с память там было плохо. Так. А вот именно то, как мы на утро пробуждались, и он просил всех спать в одной комнате. Да? То есть веселиться можно по всему дому. А потом спите вот в одной комнате, и ты просыпаешься, тут на тебе какое-то тело. Ты на комнате еще. Кто-то там почему-то на подоконнике спит. Именно в моменты пробуждения у меня спать и запомнились. То есть это что-то из фильма «Парфюмер», да? Да. Такая история. Да. Заставил это ужасное. Я шел к этому. Хорошо. Давай вернемся обратно к медицине. Ты говорил, что ты хотел стать хирургом, потом разочаровался немножечко в хирургии. Вот если бы у тебя не было возможности стать психиатром, и сейчас тебе бы нужно было выбрать другую профессию, какую бы ты выбрал? Реставратор. Реставратор? Нет, я имею в виду медицинскую. Я бы не выбрал медицинскую. То есть из медицины ты выбрал бы только психиатрию. Почему? Она все-таки стоит особняком от всего того, чего хотелось бы избирать. Конечно, в идеале психиатрия должна лечить и выше. Угу. Что ты имеешь в виду и выше? Ну вот, мозги и то, что придумано над вас. Да, вот. Глютенация и это все. Увы, сейчас психиатр лечит все. Все это что-то? Спит. А, ты имеешь в виду, я понял. Сифилис, прочие расстройства. То есть мы есть все. Угу. Пафосно, пафосно звучит. Это значит, мы есть все. Так. Вот если бы это выглядела психиатрия в идеале, в идеале, да, как она должна выглядеть, конечно, я бы снова был бы психиатрией. Угу. 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 Сейчас, если бы мы говорим о том, пошел бы я этим путем, я выберу другой опыт. Угу. Хорошо. И давай с тобой поговорим. Вот, смотри, у нас есть медицина на данный момент. Вообще медицина, не только психиатрия. Потому что каждый из нас, да, в этом варится и примерно понимает, что к чему. Вот, если бы у тебя была возможность изменить что-то одно, вот всего одно в медицине, ну прям вот по щелчку пальцев, что бы ты изменил? В российской, естественно. Эм, обучение. Обучение? Обучение именно студентов. То есть не уже профессионалов. Обучение профессионалов достаточно хорошее. А вот обучение студентов имеет много советских пережиток. Что ты имеешь в виду в советских пережиток? Начиная с учебного препарата, я обучаюсь на курсе психиатрии, не узнал ни одного современного препарата, Зато я узнал все препараты, которыми на данный момент наша администрация запрещает лечить, потому что это много. То есть в университете тебя учили тому, что нельзя применить уже, грубо говоря, на следующий день после выхода из университета. Да, то есть это не то, что вышло из рекомендаций по лечению, это то, что уже запрещено по рекомендации. Запрещено по рекомендации. Да, допустим, это связано с передовым медицином. Недавно у нас вышли вот новые, ну как вернее, недавно вышел закон, по которому каждый из нас теперь должен лечить только по рекомендациям, то есть рекомендациям, которые выпущены в нашем здравоохранении, в Министерстве здравоохранения. Как тебе рекомендации по психиатрии? Ну, не супер, но тут опять-таки все понято довольно-таки буквально. Что значит не супер? Есть ли там препараты, которые не обладают доказательной эффективностью? Да, есть. На атропы. На атропы есть. Ну, применение этих препаратов, ну и использование рекомендации, а не на ту рекомендации, это не 100% соблюдается. Но если вы отходите от рекомендации, будьте добры провести вращенную комиссию. То есть каждый раз, когда ты не хочешь назначать человеку препарат с недоказательной эффективностью, ты должен провести комиссию, чтобы доказать, что этот препарат не тазан, применять. Нет, неправильно понял. Смотри. Есть список препаратов, рекомендованных для лечения данного расстройства. Если ты их не используешь, это не проблема. Проблема, для чего нужна врачебная комиссия, если ты используешь другие препараты, которые не входят в рекомендации. То есть ты должен доказать, почему ты хочешь применить другой препарат, а не пустышку из рекомендаций. Ну, бывают же случаи, когда все-таки надо назначить развитие скарбонзипин, который портит кровь. Врачебная комиссия докажет, докажет, что такое не работает. Я тебя понял. Ну и расскажи про что-то хорошее, да, потому что вот Паша сейчас занимается, да, я лучше так скажу, ты сейчас занимаешься, я знаю, таким социально важным делом. Ты объединяешь врачей под регилией города, Тула. И, ну, расскажи про этот проект и расскажи про то вообще хорошее, что сейчас присутствует на данный момент в медицине российской, чем за что ты сейчас испытываешь на некую там гордость. Ну, не то, чтобы гордость, но что тебя удовлетворяет, то, что тебе нравится. Ну, начну сначала с нашего проекта «Сторонники движения врачей». Проект, который направлен на то, чтобы поддерживать друг друга. Мы абсолютно аполитичны. То есть это знамени Единой России там нет? Нет, ни в коем случае. Мы вне политики и наше мнение абсолютно независимо. Мы ориентируемся только на то, что будет хорошо область в медицине и на то, что будет хорошо для нас. Как врачи, а не как людей. Образовалось это абсолютно случайно из-за того, что мы облинились в один общий чат в WhatsApp, в котором сейчас уже больше сотни врачей. Главные врачи, заново врачи. А просто врачи, конечно, надеялись, чтобы не подать случайно. Никто не понимает, конечно, тебя будут. А что, например, как это можно взять? За что могут исключить врача из-за этого чата вашего? У нас есть четкие правила. Одно из правил – это то, что мы пишем в соцсетях. То есть мы пишем Инстаграм, мы пишем… Сейчас уже на сайте, сегодняшний день я заработал сайт. Третья-десять-десять-десять. И ты должен на разные недели писать, которая, можно сказать, оплата за то, что ты реальный действующий врачебным сообществом. И ты получаешь огромные плюсы. Ты можешь посоветовать с кем-то, ты можешь позвонить. У нас нет равных. У нас свежепришедший врач со стажем месяц может писать, в каком-то было врачу или в больнице. Это условие пребывания в нашем чате. Если кто-то начинает в нашем сообществе делить на рынке, то есть он не умеет написать правду, ты можешь правиться на свой офис. Или использовать чат чрезмерно для себя. То есть приводить пациента друг к другу слишком часто, используя какие-либо махинации. И использовать улов односторонно. То есть только советоваться другими коленами, при этом не давая ничего не забывать. Это не идеология в нашем сообществе. Мы поддерживаем. И мы поддерживаем в том числе для областей. У вас есть кто-то главный? Ты главный, да? Да. Так, хорошо. К чему это поможет вообще? К чему это идет? Какая-то цель есть у вас же через год, например? Во-первых, преемственность. Это уже работает. Что значит преемственность? Я понимаю, что это всегда важная маршрутизация. Мы чего-то знаем, кто там отправлен. Но мы не знаем, какому врачу мы отправлены. У нас мы знаем, какому мы врачу отправлены. И мы можем узнать о состоянии своего пациента. А, все, я понял. Насколько у вас тогда вопрос такой встречный? Насколько ты, например, уверен в квалификации каждого из этих ста врачей? Наши сообщества нельзя просто поместить. То есть ты каким-то образом общаешься с этим человеком? Смотришь на его... Беседа. Беседа проходит не всегда с одним мной. Да, у нас есть несколько человек, которые проводят эти беседы. Ну, я по, если не будем говорить на ранге, я сам младший на этих рангах. У нас есть и с министерствами люди. У нас есть главные врачи, там и врачи, да? Которые могут квалифицированно оценить, насколько человек нападет. Все понятно. Отлично. Да, какая цель-ка? Цель – брать потребительские отношения к врачу. К врачу? Да. То есть, чтобы к врачу относились как... Не как к услугам. Не как к услугам. К врачу приходят, чтобы он помогал. А требовать конкретному услугу, ведь медицинскую услугу – это часть медицинской помощи. Мы хотим, чтобы... Как ты поймешь, что ты добился этой цели? Мы реагируем на социальных сетях, в том числе и на прочих сайтах, на негативные отзывы на цене нашего героя. Мы не отслеживаем. Мы правда заняты этой работой. Это колоссальная работа. И они снижаются, да? Потому что мы проводим просветительскую работу. То есть, этот проект направлен на то, чтобы построить врачебную помощь таким образом, чтобы она удовлетворяла и врачей, и пациентов. Да. Ну и все-таки, что хорошего сегодня есть в российской медицине? Помимо кучи, кучи, кучи всего не очень хорошего, ведь есть же, наверняка, какие-то светлые промежутки. Например, вот этот ваш проект. Что еще хорошего? Хорошо, что уничтожено, практически окончательно уничтожено по всей стране, это вот занимание должностей непонятно таким критерием. Понятие эффективный менеджер, оно приходит в медицину. Потому что не каждый врач, который хорошо лечит, есть эффективный менеджер. Это хорошо, да? То, что сейчас критерии менеджера и критерии хорошего врача – это разные вещи. Да. Хорошо, отлично. Спасибо за отличную беседу, Паш. Был очень рад увидеть. Счастливо. Погоди. Правда, что психиатры все, ну, тоже больны на голову? Ну, видел больных. Не доходят, комиссию не проходят, но изначально получить образование больному человеку можно. Ну, то есть ты прошел? Да, я прошел в комиссию. Понятно. А это? Наполеон, есть у вас в отделении? Нет. Нет. А где на Путина есть? Наполеонов нет? Наполеонов нет, да? Понятно. Понятно. А что ты так вот идешь по улице, всем диагнозы ставишь, да? Мы даже с женой иногда придем и ставим все диагнозы. Всем. Ну, вот если какое-то прям неадекватное поведение есть, можно так наскинуть, что-то предположить. Понятно, понятно. Понятно. Ну, скажи честно, таблетчики сам пробуешь? Пробовал, да? Да. Я так и знал. Мне больше волнуется, что твоему бургеру пять часов. Возможно. Ну, скажи вот, скажем. Если я вот пойду на прием схожу, ведь поставят на учет меня, а? Нет, учета нет. Даже для тебя. Понятно. Ну, ладно. Ладно. Ну, давай, иди. Иди. Уходи. Я посижу один. Ну, вот и подходит к концу наш выпуск про психиатра. И я надеюсь, что вам очень понравилось, потому что для меня многие вопросы реально были открытием, хотя я сам являюсь психиатром, и хотя я очень много раз общался с Пашей, но он рассказывает такие вещи, о которых я не знал. Я думаю, что для вас это было еще большим, возможно, откровением, хотя, конечно, не уверен, но в любом случае считаю этот выпуск удавшимся. А теперь обязательно поставь лайк этому видео. Дальше поставь уведомления, чтобы смотреть на наши будущие эпизоды самым первым. И главное, помни, если в России бросил кирпич, будь готов, что он не вернется. Спасибо. Поехали. Там. Там. Там.